всем привет из киева столица украины сегодня 19 августа 2020 года сегодня мы показываем вам одного из самых известных жуков которые легко встречаются на вашей кухне как его распознать и что с ним делать как с ним бороться мы сегодня поговорим в этом видео как мы видим что это жук который бегает по хлебу и вывелся вот правильно из хлебной корки и его легко заметить дома и он очень хрупкий до него только дотронешься он сразу рассыпается на мелкие кусочки но вот видим сколько тут в хлебе этого жука это не случайно потому что у нас он в лабораторной культуре у него и мы исследуем специальный биологический метод контроля при помощи насекомых энтомофагов а здесь он просто есть вот эту хлебную корку но они рук сам не питается питается его личинка потому что жук называется хлебный точильщик и семейство точильщики анабеиды распознать его вроде бы очень просто он такой вот длинный виде небольшого удлиненного жучка всего лишь размером около одного с половиной двух миллиметров зависимости иногда от питания получать выводится более крупные более мелкие экземпляры руки сами не растут все зависит от питания личинки а личинка развивается специальной капсуле которая она образуется питательном субстрате чаще всего это бывают различные хлебные изделия но спектр питания самые разные повреждают и хлеб и сухарей печенье и зерно мучные изделия могут питаться даже чаем сушеным из разных растений травяными наборами сухофруктами сухими овощами лекарственному сырью вредит гербарным образцам и даже таким различным сушеным палочкам из гербария или гербарных изделий даже питаться может клеем в клеевых материалах за обоями крахмалом и даже некоторыми лекарствами сушеными из растений поэтому иногда его называют по-английски он называет аптечный жук что же с ним делать потому что питается он самыми разнообразными материалами очень быстро распространяется хорошо летает как вы замечаете он очень быстро бегает сразу все говорят ой что это за жучки у нас на кухне они у нас сейчас все съедят все они не съедят они не будут кушать вашу одежду обувь для другие изделия чаще всего это действительно хлебный жук или аптечный жук который может съесть вот такие сушеные например ваши фрукты или различные хлебные изделия как вот такое завалявшиеся корочка где-нибудь рядом на полочке и все сидят хлебные жуки но и только и не только они но и другие некоторые насекомые например амбарная огневка но об них поговорим отдельно сегодня у нас разговор про хлебного жука как же на него обратить внимание как же с ним бороться потому что развивается он очень быстро и за год может дать один-два поколения развивается очень невероятно быстро а самка очень плодовито откладывать до 100 яиц и количество поколения как мы видим в чашке петри будет очень большое прежде всего нужно конечно же очень плотно закрывать ваши изделия если это лекарственные травы в холщовые мешочки а перед хранением их вообще желательно попросту проморозить потому что жук очень быстро летает очень легко может найти ваш какой-то питательный субстрат траву чай специи особенно сушеный перец очень хорошо будет есть внутри он пробурит чтобы добраться даже до этого питательного субстрата специальный ходик доберется отложить яйца потом будет вредить личинки которые делают вокруг себя специальную колыбельку которые прячутся в поиске пищи продрявливать даже книжные страницей если будет рядом с каким-то питательным субстратом и так прежде всего это закрывание ваших питательного материала точнее говоря хранящихся различных изделий мучных хлебных изделий очень плотные контейнеры пластиковый холщовой и второе промораживание их при хранении потому что жук при минус 20 градусов моментально сразу погибает течение ночи температуру плюс 5 просто уменьшает скорость его развития очень медленно в кухне конечно же вы не будете сыпать инсектициды ну можно протравить конечно и кухню какими-то перитроидами или аэрозолями в случае появления жуков но самое главное это нахождение пищевого субстрата что же жук может есть вот запомните различные мучные изделия кулинарные изделия макаронные изделия чай кофе даже кофе очень редко потому что кофе очень плотно закрыто а вот сухари и сушеный хлеб и печенье и дробленое особенно зерно в крупах различных крупах будет прекрасным образом повреждать здесь у нас имеется лабораторной культуре например крупа овсяная и овсяная крупа превращается просто сплошные дырочки сейчас мы вам их покажем что от нее остается сплошные дырочки иногда повреждает даже корм для кошек и собак круглые такие капсулы мясные высохшее мясо прекрасным обуви который хранится несколько лет прекрасно повреждается этим жуком вот смотрите сейчас мы покажем вот слежавшиеся овсяночка она только слежалась она объединилась потому что здесь слеплись как раз коконы жука коконы личинки слепили такие свои маленькие капсулы которых они окукливаются и тем самым частицы овсянки объединились овсянка не рыхлая а комками мы видим множество дырочек и личинка которая движется активно она потихонечку пробуравливает овсянку питается и двигается оставляет буровую муку потом окукливается выходит и снова здесь жука снова откладывает яйца после спаривания и разводится очень больших количествах поэтому промораживание самый оптимальный способ если у вас какие-то промышленные хранилища макаронных изделий хлебных изделий то конечно же в магазине все это тоже перед поставкой подвергается термической обработке нагревание при нагревании выше 65 градусов также все жуки погибают поэтому вероятность нахождения в магазине значительно ниже если же крупа где-то хранится в складских помещениях куда жук легко проникает на свет и где нет никакой специальной загородки сито который был не проник жук прекрасным образом залетает с улицы в поисках питания он прекрасно ориентируется по запаху находит новые источники питания которые самые разнообразные как мы уже выяснили и будет заражать или один пищевой субстрат или 2 или 3 и будет мигрировать с одного пищевого субстрата на другой даже различные декоративные гербарные изделия подвергаются заражению и образуются такие вот пищевые конки полностью крупинки овсянки источены в каждом развивается по несколько личинок такого хлебного жука лазиадерма серикорна по латыни чтобы будем понять лазиадерма серикорна это другой очень похожий называется табачный точильчик потому что другие точильчики еще повреждают даже различные травы и могут даже повреждать табак табачный точильчик лазиадерма серик привлеждают сигареты папиросы и просто листья табака лекарственных трав и семян есть еще точильчики которые повреждают различную мебель но будем надеяться что такие точильчики которые повреждают мебель у вас не завелись потому что вот конечно с ними можно бороться только инсектицидами про обработкой различными красками и инсектицидами но особенно не могут завестись на более старыми конечно а вот такие вот маленькие жуки здесь вам очень известны можете не нервничать проморозить или прожарить все ваши имеющиеся возможные продукты или просто их удалить скормить каким-то птичкам воробьям синицем на улице домашним животным лучше не скармливать потому что здесь будет множество личинок и продуктов их жизнедеятельности и уже такой хлеб конечно или хлебное изделие уже желательно в пищу не принимать и не скармливать вашим домашним питомцем потому что уже здесь продуктами жизнедеятельности они будут не столь полезны для здоровья так что вот такие у нас сегодня жуки хлебные точильчики пишите в комментариях находили ли вы таких точильщиков у себя дома и вредят ли они у вас на кухне и не забывайте заходить на страничку в патреоне можете участвовать в создании новых видео на нашем канале будем интересно сотрудничать подсказывайте идеи для новых видео про кого снять новое интересное необычное видео и про кого рассказать пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч а а а а а Субтитры подогнал «Симон»